Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. В некоторых частях Западной Армении существует опасность уползней. В 2018 год передовые посты Минобороны Армении пополнились системами видеонаблюдения и системами водоснабжения. В государственных структурах Арцаха не планируется сокращение госминистр. Сенат США проголосовал против немедленного вывода войск из Сирии. Ассоциация Федерации Дер Сима призывает положить конец охоте на животных. Десятый фестиваль армянского композиторского искусства будет посвящен 90-летию Авета Тартеряна. Себастье – провинция Западной Армении. Из-за повышения температуры в Западной Армении существует большая опасность таяния снегов и оползней, так как в этом году выпал беспрецедентный снег. В районе Бенгель, а также в некоторых районах Карина, снегопад может стать причиной оползней и блокадой дорог. Ведется мониторинг состояния снега в опасных районах. Министерство обороны представило окончательные результаты реализации приоритетных задач и мер в 2018 году. Соответственно, в рамках реализации программы деятельности правительства Республики Армения на 2018-2022 годы утверждается решение правительства Республики Армения. Закуплены современные системы вооружения и военной техники. Изготовлены экспериментальные образцы вооружения и военной техники нового поколения для инвестиций в вооруженные силы. Прояснены вопросы охраны и применения государственной границы. Усилены зоны обороны с точки зрения структурного и вооружения, и военной техники. На передовых позициях и на базах установлены приборы и система видеонаблюдения, инженерное оборудование, источники солнечной энергии. 78 постов обеспечены постоянной водой, а 86 – постоянным электричеством. Улучшены условия питания и переодевания военнослужащих обязательного назначения. Ведется работа по делегированию питания специализированным организациям общественного питания. В целях расширения возможности международной интеграции Министерство обороны Республики Армения продолжало активное международное сотрудничество с союзниками, странами, партнерами и международными организациями. В последние дни в социальных сетях распространилась информация, согласно которой в государственной системе Арцаха ожидаются масштабные сокращения. В связи с этим Арцах пресс обратился к государственному министру Григорию Мартиросяну. Последний заверил, что такие слухи беспочвенные. Я думаю, что, как правило, можно избежать слухов, если вместо заявления выступят госчиновники. Я хочу четко сказать, что в государственном секторе массовых сокращений не будет. В настоящее время планируется сократить должности примерно 20 водителей, которым, среди прочего, будут предложены другие варианты, отметил господин Мартиросян. Резолюция о приостановке выполнения решения главы Белого дома Дональда Трампа по выводу войск из Сирийской Арабской Республики и частному выводу войск из Афганистана принята Сенатом США. Об этом передает агентство Reuters. По данным издания ZAR, резолюцию проголосовали 70 сенаторов против 26. Важным доводом против быстрого вывода войск является опасность перехода Сирии и Афганистана под влияние России и Ирана. В том случае, если американский военный контингент покинет данные территории, считают в американском Сенате. Как сообщала газета.ру, предложение американского лидера по выводу войск из Сирии имело неоднозначную реакцию даже в его окружении. Впрочем, хозяин Белого дома все равно полагает, что американским войскам там делать уже нечего. Военное ведомство США намерено выводить из Афганистана только часть контингента. Что касается Ирака, то на этой территории американцы планируют остаться. Одним из аргументов Трампа по выводу контингента является возможность вернуть военных в любую минуту. Федерация Дерсимских ассоциаций организовала акцию протеста против строительства плотин и гидроэлектростанций в Дерсиме, а также уничтожения лесов и диких животных. Зимой охотники уничтожают спасенных от лесных пожаров животных. Сельские жители не заходят в леса, а охотники получают все возможности для своих незаконных промыслов. Они даже появились в районах, которые были запрещены. Даже для военных они уничтожили горных козлов, которые считались священными среди местных жителей. В соответствии с Европейской конвенцией об охране дикой природы и окружающей среды, животные, находящиеся на грани исчезновения, должны быть защищены. В этом контексте должны быть защищены и горные козлы, несмотря на то, что они считаются особыми животными, которые должны охраняться в то же время, противореча международному консенсусу. Для этих видов животных была определена квота для охоты. Ассоциации Федерации Дерсима призывают руководителей Дерсима и район принять меры для охраны животных и природы и в будущем не допускать охоту в этих лесах. В 2018 году 10-й фестиваль армянского композиторского искусства, который стартует 20 февраля, в этом году будет посвящен 90-летнему юбилею Авета Тартеряна, сообщает пресс-служба Государственного симфонического оркестра Армении. Каждый год фестиваль посвящается одному из выдающихся представителей армянской композиторской школы. На церемонии открытия вместе с Государственным симфоническим оркестром Армении выступит выдающаяся оперная певица Асмик Папян, сопрано. Авет Тартерян был одним из величайших армянских композиторов XX века, народным артистом Армянской СССР и СССР, лауреат Госпремии СССР. Он считается основоположником нового симфонического стиля, является автором восьми симфоний. Тартерян написал также две оперы, ряд вокальных, инструментальных и других произведений. Цель фестиваля – оценка музыкального наследия армянских композиторов, представив их произведения широким слоям общества. Также их творения оцифровываются и перезаписываются, способствуя сохранению армянского музыкального наследия. Гомсур – деревня в Западной Армении, в провинции Кангал-Себастье. В 1915 году в Гомсуре было 50 домов, 460 жителей. Население в основном занимало земледелием и скотоводством, а также ремеслами. В 1915 году деревня была разрушена, часть жителей стала жертвой геноцида против армян, другая часть покинула свои дома. Манжалых – деревня в Западной Армении, в провинции Кюрин, в Себастье. Она была расположена недалеко от города Кюрин. В 1914 году здесь было около 300 домов и 2500 армян. Основным занятием населения было земледелие, ремесла и торговля. Была знаменитая церковь Святого Теодора. Население было практически полностью истреблено во время геноцида против армян. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию исполнение Флора Мартиросян. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok